Я хочу тебя спросить, кого из вас было неверующие люди, вам задавали такой вопрос? Задавали? О, как вы часто задавали вопрос. А как же ж войны, а как же... Я хочу тебя спросить, почему ты, Бог, допускаешь все эти вещи, голод, войну, убийство, нищету, ненависть? Кто задавал такой вопрос кому-то даже? Сам бы. Или Богу? Кто задавал такой вопрос? А знаете, что Бог отвечает? Он говорит, значит, я хочу задать тебе тот же самый вопрос. Почему мы с вами... Вопрос, друзья, 2014 год. На что мы с вами его потратили? Что вы включите в завет? Задумайтесь об этом. Следующий слайд. Научи меня исполнять... А знаете, как у большинства христиан это звучит в стихе? Волю свою, мою. Господи, научи меня исполнять волю мою. Кто из вас проходил занятия по планированию какие-нибудь? Вы учились сами цели, планы, рутины. А только честно теперь ответьте на вопрос, а зачем вы это делали? Что вы... Ну, называйте, называйте. Называйте вещи своими именами. Для чего вы это учились? Чтобы стать успешным. Чтобы войны остановить. Что-то я не заметил, пока войны остановились. Для своего интереса. Для своего интереса. Или не так? Владимир Батякович, для кого в основном люди делают это? Для себя. Для себя. Смотрите. Господи, представляете, Давид, что вы ему... Господи, научи меня исполнять волю мою. Слушайте, это глубочайший стиль, друзья. Представьте себе. Честно, кто из вас учился в школе, и вы... Вас иногда приходилось заставлять учиться. Или в институте. Это же вы для себя учились. А представьте, до какого степени самоотречения доходит человек, Давид, что он говорит, Господи, ты меня научи исполнять волю твою. Не мою. Не мои желания. Твою волю исполнять. Вы можете себе представить, что это такое? Итак, вопросы, друзья, которые мы должны задать себе сегодня. Какой именно цели вы будете стремиться в этом году?